На территории Заянска продолжаются случаи дистанционных мошенничеств. 4 февраля в отдел полиции поступило сообщение от 55-летней жительницы Заянска о том, что мошенники похитили с ее карты 10 тысяч рублей. Схема уже известна. Мошенники позвонили от имени службы безопасности банка. Мошенник сообщил, что банк выявил подозрительную операцию, происходящую на ее банковском счете. После чего сказал, что потерпевшись придет смс-сообщение, которое нужно будет сообщить ему для того, чтобы отменить подозрительную операцию. Когда женщина назвала мошеннику пришедшие цифры в смс-сообщении, с ее банковского счета были списаны денежные средства. 19 февраля по такой же схеме была обманута 45-летняя жительница Заянска. На этот раз добычей мошенников стали 19 тысяч рублей. В этот же день 39-летний житель Заянска был обманут при покупке сотового телефона через сайт. Нам обратился житель нашего города, который сообщил, что увидел в интернете объявление и заказал себе через почту сотовый телефон. Однако, получив посылку на почте и расплатившись за нее, он обнаружил, что в посылке находится совершенно другой товар, стоимостью намного ниже заявленного им товара. Таким образом, ему был причинен материальный ущерб на сумму 4 тысячи 31 рубля. Отдел МВД России по Азанскому району предупреждает, будьте предельно внимательными при любых звонках от банков. Не сообщайте никаких данных своих банковских карт. Проверяйте всю информацию. Еще раз напоминаю, что дистанционные мошенничества относятся к категории трудно раскрываемых и вернуть пропавшие деньги очень сложно. Елена Маврина, Юлия Казамарова. Новости Татарстана.